Два десятилетия назад Белорусской Православной Церкви начали возвращать храмовое здание. Такова судьба и неповторимые Сынковичской церкви-крепости, что на границе Зельвинского и Слонимского районов. Местный колхоз передал храм верующим после 30-летнего использования не по назначению. Здесь находился склад. Жители Сынкович как могли привели запущенное здание церкви в порядок. Правда, по незнанию покрасили стены масляной краской. Эстетика и история древнего храма оказались сокрыты. И вот только сейчас стал вопрос о возвращении церкви ее былого облика. Первые реставрационные работы под руководством научного руководителя Геннадия Лаврецкого начались в 2010 году. Тогда были расчищены башни и своды здания. Очередной этап работ стартовал в конце июня нынешнего года. До начала сентября здесь будет идти расчистка алтарной части от масляной краски. С целью выявить характер кладки и сохранившиеся следы перестроек, первоначальные росписи. Бригаду волонтеров возглавил художник-реставратор Олесь Пушкин. Я сделал первых три метра тогда, вот у меня фотофиксация. Обратите внимание на время. Вот так у нас было до расчисток святая святых. Когда я сделал первые пробы, увидел, что под масляной краской 1990 года у нас открывается слой 19-го столетия. Также масляная раскраска, панели нарисованные. А вот под ними открывается сам материк, стена 15-го столетия, а может и более раннего периода, так как архитекторы до конца еще не знают год постройки этого храма. Еще ранее в результате зондажа под штукатуркой были открыты древние граффити на греческом языке. Одна из надписей датируется началом 13-го века. Правда это или нет, покажут дальнейшие исследования. Настоятель церкви конца 19-го века протерей Евстафьи Михайловский в своих трудах о храме упоминает и о надписях, которые обращены к Альгерду, великому князю Литовскому, правившему в 14-м столетии. То есть Сынковический храм, некоторое время служивший и крепостью, в которой от крестоносцев укрывался князь Витовт, намного древнее официального 605-летнего возраста. О том, что работа в храме – это живое соприкосновение с историей, понимают и волонтеры, которые работают здесь отнюдь не за материальное благо. Самому младшему из них 16 лет, самому старшему 75. Геннадий Александрович приехал из Минска. Первый раз увидел Сынковический храм еще в том запущенном состоянии, когда его только передали церкви. Я тогда приехал, посмотрел, конечно, удрущающих впечатлений осталось, потому что углы разрушенные, здесь все серое было. А сейчас я хотел бы посмотреть, в каком состоянии церковь. Поэтому я сюда и приехал, и хочу свою работу сделать более-менее качественно. Для иногородних прихожане предоставляют жилье и питание. В основном же здесь работает местная молодежь. Кирилл Данилькевич приезжает с друзьями на велосипедах. Не жалеет, что каникулы прошли без особых развлечений. Мне друг подсказал, он там краску сдирает. И это подсказал по нашему каналу, условиям, ты его видел. Подумал, надо приехать, посмотреть что-то. Да, буду еще работать в следующем году, наверное. Просто все-таки в церкви, не где-нибудь так, а в церкви. Для оплаты труда волонтеров принимается пожертвование. Ведь это не простой труд. Приход благодарит и спонсоров за предоставленные материалы. Благодарю фирму, которая поставила нам растворитель Б-52. Что хочется сказать. Я работал и с финскими растворителями, и немецкими. И в конце концов пришел к выводу, что русский растворитель российского производства Б-52 наиболее эффективный. Еще греческий у нас был для снятия лагокрасочных покрытий. Но русский растворитель Б-52 самый лучший. Но это не в качестве рекламы. 15 сентября в Сынковичах отпразднуют юбилей храма. 605 лет. Возраст, конечно, условный. А в последний день лета в приходе особенно торжественно празднуют День иконы Божьей Матери Всецарица. По молитве к Пресвятой, перед написанным в 2005 году списком почитаемого образа, многие верующие получили исцеление, в том числе от онкологических заболеваний. О чудесных случаях свидетельствуют многочисленные приношения от исцелившихся. В 2010 году в Сынковичский храм архистратига Божия Михаила и еще один список Всецарицы доставили со Святой горы Афон. Он был написан в Отапецком монастыре и освящен на афонском первообразе. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Беларусь, Сынковичи.